0 здравствуйте фамилия как ваша шапова ирина антонина скажите пожалуйста ирина анатольевна как я могу удостовериться что марина да вы спросите марина марина анатольевна как я могу удостовериться то что вы являетесь сотрудникам банка ну вот я спрашиваю как я могу удостовериться ну вот я пытаюсь узнать у вас как вы можете подтвердить то что вы являетесь сотрудником банка ну если вы сомневаетесь что вам звонят сотрудники банка ага а зачем мне это надо потому что у вас имеется задолженность андрею витальевичуэл вы это приказываете ну так вы за право банка звонить мне только вот пускай он вышит подтверждение что марина анатольевна уполномочена общаться со мной лично будь я хоть курил вам андреем витальевичем хоть кем ну что это мои законные требования по отношению банка к банку извиняюсь я прошу их выполнять оплачивайте оплачивайте вовремя мы вам звонить не будем ну так мне может нравится ну мне нравится когда со мной разговаривают сотрудники банка но именно сотрудники банка а в данный момент я не нахожу вас сотрудникам банка потому что у меня нету существенных доказательств предоставленных вами поэтому я вы должны потому что вы мне звоните как сотрудник банка поэтому я прошу вас предоставить мне доказательства почему почему объясните мне почему тогда они должны предоставлять мне доказательства что вы являетесь сотрудником банка то есть вы сейчас Обрабатываете мои персональные данные Да, я так понимаю Не являясь сотрудником банка Тогда какое право вы имеете это делать Почему это я не являюсь сотрудником банка Ну так докажите мне, что вы сотрудник банка Я вам не должна доказывать Тогда я не обязан перед вами отчитываться Но это же не изменит У вас имеется задолженность Сейчас вам оградить наступление штрафа Ну, ну, ну Ну, ну, как он мне будет выставлять его по телефону? Почему по телефону? Ну, а каким образом? Почему по телефону? Ну, тогда каким образом? СМС-сообщение по телефону И письменно отправят Вот письменный формат Письменный формат Общение меня устраивает Так как я уже направил письмо банку Поэтому вам письменно Вот именно, письменно Письменная форма является юридически верным общением Наш с вами разговор по телефону Не имеет никакого смысла И мы не можем с вами поставить конструктивно беседу Потому что вы не можете удостовериться в том, что я являюсь В том, что это мое право Хотите ли не хотеть? Согласитесь? Вы согласитесь, пожалуйста, что это мое право Я вас не перебивал, когда вы говорили Хочу я общаться или не хочу я общаться По отношению к банку, да, в данный момент Я выбираю невербальную форму общения То есть письменно Я не отказываюсь от общения с банком Просто я не поддерживаю вербальный способ общения Вы не понимаете? Это мое право Вы совершенно правы Потому что это мое право Я не повышаю голос Я просто человек немного импульсивный И поэтому иногда разговариваю на повышенных тонах Если я вас чем-то задел, извините меня, пожалуйста Я постараюсь более корректно вам объяснять Свою точку зрения Или свое поведение по отношению к вам Такой тон вас устраивает? Ну, тем не менее, Андрей Витальевич Это ничего не меняется Почему не меняется? Почему не меняется? Вы выбираете так, так Мы работаем Вам тоже имеют право выбирать Тебе способы Я не спорю Конечно, пускай выбирает Просто я вам уже который раз объясняю Как сотруднику банка Хотя я сомневаюсь, что вы сотрудник банка Что-что Я выбираю такой способ общения И полностью отрицаю Не полностью, не полностью, извиняюсь Вербальный способ общения Точнее, не согласен его поддерживать Да, это мое право Я слышал уже Ну, банк обязан идти на встречу своим клиентам Конечно, право банка Ну, понимаете, ситуации бывают спорные, да Я имею право уведомить банк об этом Ну, в том числе и в письменном формате Что я и сделал Поэтому, с моей точки зрения Ваши звонки я считаю полностью бессмысленными Которые не несут себе конструктивную, так сказать, основу беседы Ну, а как, как, как Это не говорит, что это именно банк Хорошо Скажите, пожалуйста Беседу, в которой мы сейчас с вами участвуем Вы считаете конструктивной? Как сотрудник банка? Я с вами общаюсь Я с вами разговариваю Ну, вот давайте, давайте с вами немножко рассудим Я займу еще две минуты вашего времени Нет, у меня нет времени с вами рассуждать Да Это не посторонняя тема Это тема, абсолютно взаимосвязанная с тем Которую вы мне хотели навязать Я могу продолжить? Нет Почему? Извините, пожалуйста Мария Анатольевна Вы же не убедились, что я Курилов Андрей Витальевич Я могу быть посторонним человеком Зачем вы мне разглашаете эту информацию? Вы посторонняя человека, а я не представляю Марина Анатольевич Фу, блин Анатольевна Допустим, ну, я вот разговариваю От его имени Вот я вот такой вот плохой человек Взял его телефон И сейчас общаюсь от его имени Да? Вы мне сейчас даете полную информацию Почти полную, да? От должностей Курилова Андрея Витальевича Как вы можете это прокомментировать? Вот поэтому эта беседа и не является конструктивной Потому что вы мне не можете доказать, что вы сотрудник банка И не можете отвечать на мои вопросы Которые вполне законны Вы обязаны Потому что вы мне звоните Нет, вы ошибаетесь, Марина Анатольевна Я объясню вам почему Всего доброго, до свидания Ну, так до свидания Кладите трубку Раз вы не собираетесь продолжать Без...